Я хочу до этого сказать, что некоторое время назад Мы своей семьей Михаль очень хотела, она проявила инициативу, мы взяли собаку И сейчас Нина уехала за границу и поэтому не было кто нам посмотрит за собакой Поэтому я нанял человека одного, который сможет мне присмотреть за собакой Но вот так вот он плохо своей обязанности исполнял Вот так вот он смотрел за моей собакой И вот так вот осталась моя собака Но потом я понял, что зряя, профессионал в другом деле, нанял на работу, которая ему не под силу Мы хотим просто, Борис, чтобы он послужил нам своими непосредственными обязанностями правильной работы Пожалуйста, Борис Пожалуйста На самом деле мы хорошо справились с супружницей моей, с сестрой Анютой Вот Вы представляете Оказалось, что Анюта, она ощущает власть над животным миром Она привязала эту страшную зверюгу к маленькому пластмассовому стульчику И сказала Это твое место Знай, что этот стульчик будет для тебя Ну, не для меня, а для собаки Этот стульчик будет для тебя, как стальная колонна Собака посмотрела на нее Из одного собачьего глаза вытекла слеза И она не смогла отойти от этого стульчика Хотя запросто могла Просто потянуть его в море и стульчик бы уплыл Просто вот эта, знаете, власть Которая Дана Абнеядам Особенно Потомкам Хавы Над животным миром Она настолько сильно проявляется, когда мы знаем эту власть Что Даже эта полудикая собака Которая даже периодически боится Михаль Вот Боится Говорит, какая страшная собака Вот Она подчинилась И смирно Сидела, лежала возле этого стульчика Как будто это была действительно стальная или каменная колонна И я думаю, что это хороший действительно пример для нас Потому что Нам дана власть Как вы считаете, дана нам какая-то власть? Но как мы ее пользуемся? Это вот как раз Актуальный вопрос Во время этих десяти дней Которая для всех нормальных ортодоксов Ямим Нараим Дни в теснинах, дни В таком напряжении Дни Когда непонятно, что с нами будет Ну, не с нами, а с ними Вот На самом деле В эти дни Очень хорошо понимать вообще, кто мы Где мы Зачем мы Куда мы С кем мы Вопросы Традиционные И Можно Даже если мы их слышим Отнести К себе В каком-то таком расплывчатом плане Это ничего не даст Но если мы действительно Конкретно задаем себе такие вопросы А кто я вообще? Кто я такой? Где я? То есть на каком этапе Своего жизненного пути я нахожусь? Куда я иду? И с кем Я иду по этому пути? Если мы Всерьез задаем эти вопросы Самим себе То Я думаю У нас будет Плодотворное время И те, кто задавали себе эти вопросы Даже если вы не получили Исчерпывающего ответа Хорошо Поставленный вопрос Согласно еврейской традиции Это уже как минимум Пол ответа Правда? Это уже Угу Сила И вы знаете Я слушал Комментарии Леона К нынешней главе К нынешнему разделу И вот что-то подобное этому крику Раздавалось в моей душе Что-то подобное Младенец очень мудрый Знаете? Младенцы, они на самом деле Бывают гораздо мудрее взрослых Потому что Они не прячут Те вопросы, которые у них возникают Не прячут те эмоции И вот они просто их выдают на гора А мы часто Мы же дипломаты Мы привыкли Себя контролировать Сдерживать И бояться выразить То, что нас волнует И вот я сидел И отчасти Боялся выразить то, что Меня взволновало Вот особенно То, что в конце говорил Раблион А вы помните, что он говорил в конце? Кто помнит? Что-что? О чем? Мишпуха Ага Понятно Слава Богу Бару Хашем за все Про собачку Не-не-не Я имею в виду, когда он комментировал Что-что? Ого Правильно Правильно Да А еще Вот такое важное Он говорил Соотношение чего-то с чем-то Совершенно верно Соотношение милости И митцвод И заповеди, которые От которых мы никуда не денемся Нам надо что-то делать Нам надо чего-то исполнять Вот С одной стороны Надеясь на милость С другой стороны Понимая Что Милость Она никак не противоречит Божьему слову Которое постоянно призывает нас Проявить все старание И это Новый Завет Это не то, что Знаете Некоторые такие Проповедники Супер милости Говорят Это Это Ветхий Завет Это дела Это все А вот в Новом Завете Это благодать Благодать Милость И красота Правильно? Красота И милость Но это В пределах Божьего Слова И там написано К всему Приложивший Все Старание Старайтесь Старайтесь Исполнить Старайтесь Даже Показать Вашу добродетель Старайтесь Проявить Старайтесь Доказать И так далее Вот И я вот это слушал Действительно Подумал Что Это же Очень важно В эти дни Это Очень Очень важно И Вы знаете Вот В предыдущем разделе Ницавим Там Очень сильные вещи На эту тему написаны До Тридцать первой Главы дворин Второзакония И Давайте посмотрим Что же там такое Написано вообще Например В последнем стихе Двадцать девятой главы Сокрытые Ну Вставленное слово Принадлежит Можем читать так А можем просто читать Сокрытые Господу Богу Нашему А открытые нам И Сынам нашим До века Чтобы мы Исполняли Все слова Туретты Ого Сокрытые Это все Господу Если Он По каким-то причинам Что-то Сокрыл От нас Может быть Это и написано Но пока Не открыто Может быть Нам очень хочется Это открыть Может нам очень хочется В это углубиться Может нам очень хочется Там какие-то Суперподтексты Вскрыть Но если оно Сокрыто Господом Сколько Сколько Мы не пытались Мы только потратим Зря силы Наши мозги Вспотеем Под черепной коробкой Упарятся Пар поднимется Начнет Давить На череп Из ушей Повалит Из ноздрей дым А кому Хочется быть похожим На дракона Никому Правда? Тем более Что Большая часть Божьего Слова Это то Что уже Открыто И понятно И что не нужно Толковать И перетолковывать И перетолковывать Перетолкование Чтобы понять Что собственно Руа хочет сказать Через это написанное слово И вы знаете Очень важно Понять и увидеть В каком духовном времени мы живем Не только В плане того В какой части Ежегодного Библейского Календаря Но и В каком-то более Глобальном плане Потому что Если мы дальше читаем Следующие стихи Это уже 30-я глава Говорим Когда придут на тебя Все слова Эти Благословения И проклятия Которые изложил я тебе И Примешь их К сердцу своему Среди всех Народов В которых Рассеет тебя Господь Бог твой И обратишься Господу Богу твоему И Послушаешь Голоса Его Как я Заповедую тебе Сегодня Ты И Сыны твои И от всего Сердца твоего И от всей души твоей Тогда Господь Бог твой Возвратит пленных твоих И умилосердится над тобой И опять Соберет тебя От всех народов Между которыми Рассеет тебя Господь Бог твой Хотя бы ты был рассеян До края неба И оттуда Соберет тебя Господь Бог твой И оттуда Возьмет тебя И приведет тебя Господь Бог твой В землю Которую владели отцы твои Получишь его владение Благодетельствуй тебя И размножит тебя Более отцов твоих И так далее И Вы живете На этой земле Некоторые из вас Вы Находясь в Галуте Обратились К Богу Отцов И Вы Услышали голос Его И этот Голос Рассек Как написано В Салмах Скалу Вашего сердца И оттуда Потекли реки воды Живой И затем Привел вас На эту землю Другие Приехали на эту землю Фактически Не осознавая Что это за земля Ичиана Но здесь Господь нашел вас Но в любом случае Мы живем в такое уникальное время В истории Нашего народа И в истории человечества Которого не было уже Около двух тысяч лет Это серьезнейшая вещь И Мы в общем-то Можем максимально использовать Милость Божья Благодать Божья Если понимаем Для чего она нам дана И как Господь милостиво Хочет через нас Действовать И в этом плане В этом плане Вы знаете Я Вчера Вспоминал другое время Я вспоминал Особенное время Того Песоха Когда Ишуа Был распят Умер Когда абсолютно все Его ученики Самые близкие Самые духовные Самые крутые Самые смелые Самые преданные Все его близкие Родные Мама Все были в трауре Все были в трауре Никто Не верил Его словам И воскрешение Которое Многократно повторял Никто вообще Ни на что уже не надеялся А как раз Совершалось Невероятное Совершался Вечный Кипур Совершалось Вечное искупление всех Во-первых Израиля Затем всех людей Ни один живой человек на земле Вообще Вообще Этого Не Понимал Все Самые близкие Полностью Пали духом И ни на что Не надеялись И вы знаете Я чего-то подумал Сегодня утром Здесь Что это напоминает Первую часть Того Йом-Кипура Который Совершался Когда Еще стоял Храм Сначала Первый храм Потом Второй Потом Третий Ну вообще Это все это время Читается временем второго храма Но на самом деле Вот На самом деле Когда Кохенгадоль совершал это искупление То Весь Израиль Замирал В напряженном ожидании Не зная на что рассчитывать Буквально не зная на что рассчитывать И В Талмуде Сохранены Интересные Сведения О том что Во время земной жизни И Ишуа В один год Бог Принимал Искупительную жертву В другой год Не принимал А тогда Каждый раз Если Господь Господь Принимал Искупительную жертву Йом-Кипур То вы знаете Там Веревка Красная Меняла Цвет на белый На рогах Козла Отпущение Потом То что Было на самой завесе Тоже меняло Там Жребий Выпадали Особым образом Короче там был ряд Сверхъестественных знамений А За сорок лет До разрушения храма Это как раз Тогда Когда Ишуа Умер за нас С того времени Исчезли Эти Сверхъестественные Знамения Что Бог Принял Искупительную жертву И уже было известно Что Бог Не принимает Йом-Кипур Искупление И Первосвященники Умирали Один за другим Я вот думаю Вот это время Когда Ишуа Был В могиле Как первая часть Когда те Кто верили в него Отчаялись Потеряли надежду А он совершал Всю глубину искупления И потом он воскресает Из мертвых И он Начинает Являться Начинает Являться Своим ученикам Начинает С женщин И так далее И Это как вторая часть Йом-Кипура Потому что Когда Бог Принимал жертву То начинался Величайший Праздник в Израиле Вторая часть Йом-Кипура Это был Такой Бурный Праздник Такое веселье Всенародное Торжество Массовые Танцы Огромная Радость Весь народ Ликовал Все Праздновали То Что Милость Господа Явилась Потому что На самом деле Первосвященник Должен был Принести Все жертвы По правилам Другие Должны были Тоже Участвовать Там Отводя Этого Козла Но Все Прекрасно Понимали То Что могут сделать Люди Это Лишь Малая Часть А на самом деле Все решает Суверенный Бог И Вот Когда Ишуа Воскрес Весь Духовный Мир Пошел Ходуном Это Было Нечто Неверо Это Был Такой Духовный Взрыв Который Потряс Вселенную Потряс Как говорят Раввины Все миры Пронизал Все Что Скрыто От Глаз Человека Все Сокрытое Было Потряс Но И Царство Дьявола Царство Сатана Было Фактически Сокрушено Но Тем не менее По-прежнему Ни один человек Даже из близких Учеников Этого не знал И пока Ишуа Не стал Открываться людям Они По-прежнему Находились В Трауре В отчаянии В Духовном мире Все кардинально Навсегда изменилось А люди Этого не знали Господь Господь должен был Явиться Господь должен был Открыться Господь должен был Показать себя Воскресшим Живым Прославленным Чтобы Его ученики Поверили Каждое Его Слово Исполнилось И Значит Исполнится Исполнилось И Обязательно Исполнится И Потом Вы Помните Являясь Ученикам Постепенно Поочередно Поэтапно Он Все-таки Явился Некоторым Не веровавшим Он Явился Ученикам И не только Из Неучеников Он Явился Вы помните? Братьям Своим Он Явился Братьям Которые в него Не верили при жизни Это было Единственное Исключение Во всем остальном Он являлся Своим Ученикам Он Явился Братьям И Братья Стали Среди Самых преданных Учеников Господа И Потом В течение Примерно сорока Дней Он Наставлял Учеников Своих Он их наставлял Раскрывал Раскрывал им То из сокрытого Что им Нужно было Знать Для чего? Не просто для их жизни Но для их служения И Если мы Откроем Деяния апостолов Первую главу И Там написано С первого стиха Первую книгу Написал я к тебе Теофил Обо всем Что Ишуа делал И чему учил От начала До того дня В который Он вознесся Дал Святым Духом В ирох вкладыш Повеление апостолам Которых Он избрал Которым И явил Себя живым После Страдания Своего Со многими верными Доказательствами В продолжении сорока дней Являясь им И Говоря О Царстве Божием Вот Это был Главный Предмет Сорокадневного Наставления Учения Раскрытия 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 Самое время, Господи, Ты восстанавливаешь царство Израилю. И мы прекрасно понимаем, что если он 40 дней учил о царстве Божьем, и последний их вопрос, не настало ли вот это время, о котором Ты говорил восстановить царство Израилю, то это было одним из центральных пунктов того, о чем он им рассказывал и о чем учил. Восстановление Израиля как царство Божьего на земле, восстановление Иерусалима как духовной столицы Израиля в полной мере и становление Иерусалима как духовной столицей всего мира и всего человечества. Это прямо по тексту, ну все тут понятно. Этот вопрос огромная проблема для многих христиан, которые продолжают еще верить в теорию замещения. Тут нам все ясно. Короче, они спросили Его, так что, уже настало время исполнения того, о чем Ты нам рассказывал? И очень интересный ответ Господа. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Какой-то грубый ответ, вам не кажется? Как-то не дипломатично, товарищи. Как-то, ну, где любовь? Где любовь воскресшего Спасителя? Тем более, прошло уже время Ветхого Завета. Это уже явно пошло время Нового Завета. Уже грозный Бог Израиля уступил место ласковому голубоглазому Спасителю. Правда? Ну, ну, что это он? Что-то напутал. Анахронизм получается. Как в операции волюнтаризм, товарищи, выходят. Да ну, 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 подожди, ясно, что все твои ученики тебя правильно поняли. И ты же их подвел к этому вопросу. Ну, хорошо, ну, сейчас, понятно, там есть определенные сложности с остальной частью еврейского народа. Ну, так объясни им по-доброму, что ты вот это? Не ваше дело, ребята. И дальше. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самаре и даже до края земли. На самом деле, это то самое, что написано в конце 29-й главы в разделе Ницови книги второзакония. Он им сказал. Вы помните, что сказано в Торе? Сокрытое принадлежит Господу. Но вам достаточно, я уже открыл, и в слове моем достаточно открыто. И теперь надо действовать. Потому что исполнилось пророчество Исайи. Исполнилось пророчество Исайи. Какое пророчество? Вот я и дети мои. Давайте так. 43-й глава Исайи. 10-й стих. А мои свидетели, говорит Господь, вы раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. 12-й стих. Я предрек и спас. И возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. 44-я глава, 8-й стих. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавно ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Если Бог, кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. В общем, исполнилось пророчество Исайи. Вот раб Господень, совершивший стопроцентное искупление своего народа, раб Господень, который воскрес из мертвых, который действительно явился воплощением Божьей славы, раб Господень, единородный Сын Его, который вложил свой дух в своих учеников и уже сделал их свидетелями своими, свидетелями всемогущего Бога Израиля и теперь определил им, зачем им дальше жить. Он определил им, кто они и мы вместе с ними. Мы свидетели Божьи, мы свидетели Гошема на этой земле, мы свидетели Отца, мы свидетели Его Сына, который совершил все то, совершил полный Кипур, который никто из нас и никакой из земных первосвященников даже близко не мог совершить, но теперь совершив это, Он вложил в нас силу своего искупления, силу своей победы, Он дал нам власть наступать на змей, скорпионов, всю силу вражью, потому что до Его искупления это все было предварительно, но уже действовало через Его учеников, насколько же больше теперь, Он уже это сделал, и шли Ахим апостолы и мы, Его ученики, мы теперь Его свидетели, и в этом определении заложено ответ на следующий вопрос, зачем мы, что нам делать, как нам действовать, и если тогда, около двух тысяч лет назад, все началось на этой земле, и потом распространилось по миру, и, к сожалению, чем дальше отходило от обетованной земли, тем больше искажалось, то сейчас это возвращается сюда, и вы, вы можете безбоязненно, не страшась, восстанавливать оригинал Его свидетельства, которое раз и навсегда в первую очередь Его родному еврейскому народу, тем более на Его навсегда отделенной от всех земли. Просто красота вообще. и теперь, осознавая это, можно действительно понять, почему же Он сказал апостолам, ребята, не ваше дело мучаться вопросом, когда, вот в точное время, когда наступит великое восстановление царства Израиля, когда исполнятся те пророчества о нашем народе, которые еще не исполнились. В конечном счете, Он мог бы сказать, слушайте, вы себе не представляете, сколько столетий пройдет до тех пор, пока это начнет восстанавливаться. Вы живете, дорогие, Он мог сказать апостолам, живете в то время, когда это не только не будет восстановлено, то, что еще остается, будет разрушено. Но Он не хотел, чтобы они знали лишнее. Можно сказать, Он держал их в напряжении. Он держал их в напряжении. они должны были жить в преддверии раскрытия вечной славы. Они должны были действовать так, как будто все может произойти на следующий день. Послушайте, но мы гораздо ближе к исполнению всего того, чего они так жаждали и что Он Сам хотел исполнить. И мы живем в другое время. Вот мы живем как раз в период, когда все начало восстанавливаться. Мы живем как раз в то время, когда начали исполняться великие пророчества. И вам особенно, ну, нам тоже, доверено честь восстановить силу благовестия, которой продолжают стыдиться большинство христиан. Написано, ибо я не стыжусь благовестия Машеха, которая есть сила Божья ко спасению всякому, любому, кто верует, во-первых, еврею и затем другим. Это великое провозглашение великого апостола, самого великого апостола, язычника всех народов. он говорил, он говорил, я призванный апостол народов, так вот, я не только не стыжусь благовестия народам, но я не стыжусь того, что даже для меня есть порядок благовестия, который всегда, во-первых, к еврейскому народу. А? А? И мы живем в то время, когда это начинает восстанавливаться. Это еще начало, потому что в третьей главе Деяний, там, где после великого чуда с рожденного, с тем, кто был рожден хромым, парализованным, когда апостол Шимон Петр обращался к мужам израильским. Там он говорил, что наш Машиях, наш Спаситель, наш Господь, наш Кипур, он удерживается небесами до времен восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. не четкого времени, а времен. И мы с вами уже живем в эти времена. Они начались. Времена восстановления истинного смысла пророчеств и обетований Танаха. И в частности правильного вечного порядка благовестия. Послушайте, нам надо перестать стыдиться. Перед братьями и сестрами всех народов нужно перестать стыдиться и смущаться, что мы не просто еврейские верующие, даже если здесь по национальности есть люди из разных, например, славянских народов. Но если вы отождествили себя с еврейскими новозаветными общинами и с этим восстановлением, то вы часть народа Израиля. Как у языки Иля сказано, что пришельцы, чужестранцы, представители других народов, которые придут к вам, они должны иметь такие же права, если они хотят быть частью Израиля, они будут полноценной частью Израиля. И им должен быть такой же удел, как природным евреем. Вы тоже часть этого великого еврейского восстановления. И все, кто нас слушает или будет слушать и смотреть из разных народов, которым это открылось, вы часть этого великого восстановления. Не надо стыдиться прекрасных братьев и сестер из разных народов, которым еще это не открыто. Ни в коей мере. Не надо злиться на них, не надо раздражаться, не надо там... Но в то же время ни в коем случае не надо поддаваться религиозному церковному стыду. С другой стороны, не надо поддаваться стыду перед нашими еврейскими братьями и сестрами, которые все еще не имеют искупления и которые через несколько дней будут в синагогах сначала плакать или выдавливать из себя плач и будут бить себя в грудь и будут убеждать сами себя и друг друга, что если мы очень сильно будем плакать и очень сильно кричать и будем с таким нажимом читать Махзор, то это нам засчитается как будто жертва первосвященника. Не надо стыдиться перед теми нашими еврейскими братьями и сестрами, которые пока еще остаются под грузом того, что написано во Второзаконии и не имеют ни жертвы, ни искупления, ни выхода, как бы они себя друг друга не убеждали, как бы они не верили разным теориям замещения раввинов. Мы никого не должны стесняться, бояться. мы часть великого восстановления. И нам пора войти в полноту нашего призвания. Нам пора действовать смело, нам пора действовать радостно и пора реализовывать ту власть, которую всем своим детям дал царь царей Мелагам Лахим, царь Израиля, царь всех людей, который умер за всех, но в первую очередь за наш народ и который не остался в могиле, который восстал из мертвых, разорвал путы смерти и ада, посрамил сатану его воинство и вручил нам оружия не плотские, но оружия правды и истины, чтобы мы сражались ими не только за себя, за своих близких, но за весь наш народ. Если можем подняться сейчас, давайте поднимемся. Друзья, пора действовать в этой власти, в этой силе и пора отбросить то, что делает нас постоянно колеблющимися, смущающимися и заставляет многих призванных Божьих вслух, вести себя так, как будто бы непонятно, зачем они на этой земле, что они тут делают, может быть просто как-то кое-как устраиваются, ну надо же как-то, да тут жить сложно, елы-палы, да какое тут служение, но подождите, подождите, друзья, на самом деле, на самом деле, вы знаете, очень серьезные вещи Господь сказал, там же книги дворим, если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь урожай свой, и вино твое, елей твой, и так далее, и так далее, и так далее. Мало просто верить Господу, мало просто знать, что Он Спаситель, мало просто стараться стараться так грубо не грешить. Нет! Любовь к Нему есть Его святая заповедь, а мы не можем говорить, что мы ее исполняем, если не служим Ему. И все то, что мешает этому служению у всех Божьих детей Нового Завета Бога Израиля со своим народом, все то, что мешает, должно во время этих особенных дней, хотя бы уже в Йом-Кипур быть принесено в жертву и устранено жертвой Спасителя. Боже, очень Тебя прошу, чтобы это было реально, чтобы это открылось не просто как очередное шевеление воздуха и очередное благое увещевание очередного гостя, которому же надо вот сказать то, что надо. Но я прошу Тебя, пусть Твое Слово разгорается в наших сердцах, пусть Твое Слово становится живым и действенным, пусть Твое Слово наполняется огнем Руаха Кодаш, пусть этот огонь притворяет Твое Слово в живую жажду, пусть в этой жажде сердца поднимаются к Тебе и от престола Твоей милости исходит уверенность, что есть власть, есть сила, есть поручение, есть смысл, есть цель и нет ни одного из Твоих детей, которые не призваны быть свидетелями Твоего кипура Твоей победы, Твоего триумфа и Твоей славы на Твоей земле Твоему народу. Аминь. Спасибо большое, Борох. Перед молитвой я прочитаю два местописания. На русском, да? Ну ладно. Это псалом номер два в продолжении слов Бориса. Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы Вам не погибнуть в пути Вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на Него. Данный текст имеет много толкований, но сегодня мы понимаем о том, что Руаха Кодеш, Дух Святой, говорит нам служите Ему с трепетом и со страхом Господним. Не как страхом перед несущимся камазом или а страх почтения. Еще одно место я хочу прочитать. Это Иаиль. Вторая глава. Часть этой главы когда-то апостол Петр истолковал о излиянии Святого Духа. И там пророчество говорит такие слова. Начинается Иаиль. Вторая глава. Трубите трубою или трубите в шофар на Сионе. Угадайте, про какой день это говорится? Праздник Труа, который мы в простонародье или в Израиле называем Роша Шана. Трубите трубою на Сионе. И 14-й стих говорит, нет, 13-й. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, и вон благи, милосердь, долготерпивый, многомилости, сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения в излиянии Господь Бога. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков, грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего, невеста из своей горницы. Между притворным и жертвенником доплачут священники и служители Господней и говорят, пощади Господи народ твой, не придай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустынную. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик совершить это. Это слова, говорящие о Йом Труа, о Йом Кипур, и о потом помиловании на Суккот, сопряженное со всей этой эсхатологией пророчеством о будущем. Где мы во всем этом? Мы слышали, много раз Борис говорил, сокрытое Богу, открытое нам. И мы прочитали несколько раз служите Ему со страхом и с трепетом. Часто мы забываем этот момент. Просто ходить перед Ним, быть тем, кто мы есть, свидетелями Ешуа. дал Тебе слово, служи словом, дал Тебе дар, служи даром. Хочешь возложить руки на кого-то и хватает смелости, сделай это, не хватает, попроси ее. Будь свидетелем, не стыждись свидетельства Господа нашего, и сокрытое будет исполняться само, потому что кто мы такие, чтобы понимать слишком много, но только там, где мы находимся. Я прошу Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты дал нам войти в эти дни и пройти их, получив много внутреннего свидетельства, которое бы выражалось в нашей жизни. Покрой нас Твоим миром, благослови дома наши, детей наших, семьи наши, помоги нам быть в Твоей руке, быть в уверенности, что Ты хранишь нас, мы благодарим Тебя за воскресшего Спасителя искупившего нас, благодарим Тебя, что в благодати Его мы живы. То, что нам нужно делать, Ты показал нам в Писании, и по мере каждого понимающего дай нам это исполнять с желанием и ответственно. Помоги нам служить друг другу и быть светом. Благослови нас. Ва шем и шуа хам ашиа. Веймру амен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин